Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции Классы и объекты Посмотрим на следующем вопросе Перегрузка методов Объект как аргументный результат Способы передачи аргументов Наследование и переопределение методов Необходимость перегрузки методов Поясним на простом примере Допустим, имеется класс с двумя числовыми полями и методом С помощью которого задаются значения этих полей Метод имеет два аргумента По одному для каждого поля Мы хотим, чтобы в случае, если полям присваивается одинаковое значение Можно было бы вызвать метод с одним аргументом Если бы не было возможности перегрузить метод Пришлось бы описывать новый метод Это неудобно, поскольку для одного и того же По сути действия, пришлось бы использовать два разных метода Намного разумнее и удобнее было бы вызвать один и тот же метод Но с разным количеством аргументов В зависимости от ситуации Благодаря перегрузке методов Такая возможность существует При перегрузке методов создается несколько методов с одинаковыми именами По разными сигнатурами Напомню, что сигнатура метода состоит из типа результата Возвращаемого методом имени метода и списка аргументов Поскольку ими общие, разные варианты метода могут отличаться типом возвращаемого результата и списком аргументов Технически речь идет о разных методах Но поскольку все они имеют одинаковое название Обычно говорят об одном методе Что касается функциональности различных вариантов перегруженного метода То формальных ограничений нет Однако общепринятым является принцип Согласно которому перегруженные версии метода должны реализовать один и общий алгоритм Поэтому обычный вариант перегруженного метода заключается списком аргументов Конструктор Конструкторы — это метод, который вызывается автоматически при создании объекта Кроме того, что конструктор вызывается автоматически от обычного метода, объявленного в классе Конструктор отличается тем, что обе конструкты совпадают с именем класса Конструктор не возвращает результат Поэтому идентификатор типа для конструктора не указывается Как и обычный метод, конструктор может иметь аргументы и его можно перегружать До этого мы использовали классы, в которых конструкторов не было В таких случаях, то есть, когда конструктор класса явно не описан, применяется конструктор по умолчанию Конструктор по умолчанию не имеет аргументов И именно этот конструктор вызывался в рассмотре ранних примеров при создании объекта в классе После описания в классе хотя бы одного конструктора, конструктор по умолчанию становится недоступным Объект как аргумент и результат метода При передаче объекта методом как аргумента в качестве типа переменной аргумента указывается класс Если точнее, тип объектной перемены, то есть переменные ссылки на объект. При возвращении объекта как результата метода в качестве типа результата указывается имя класса объекта. Если результатом метода является объект, то в результате стиле метода должна быть инструкция return с указанным положением объекта соответствующего класса. Обычно предварительно создается локальный объект, который возвращается в качестве результата. Способы передачи аргументов. В Java существует два способа передачи аргументов методом. По значению и по ссылке. При передаче аргумента по значению метод передается копия этого аргумента. Другими словами, если аргумент передается по значению, то перед передачей аргумента методу сначала создается безымянная копия переменной, передаваемой аргументом. И именно эта безымянная копия используется при вычислении в рамках выполнения метода. После того, как метод завершит свою работу, эта безымянная переменная автоматически уничтожается. Если аргумент передается по ссылке, все операции в стиле метода выполняются непосредственно с аргумента. На практике разница между способами передачи аргументов проявляется в том случае, если в методе предпринимается попытка изменить аргументы метода. В Java переменные базовых типов передаются по значению объекта и по ссылке, хотя на первый взгляд это деление может показаться несколько искусственным. Оно представляется практически необходимым, если принять во внимание способ создания объектов и реальную связь объекта и объектной переменной. Ранее этот механизм уже обсуждался, но лишнее не будет наклонить еще раз. Итак, при создании объектной переменной, эта переменная типа класса объект не создается. Для этой переменной выделяется место в памяти и в эту область памяти может быть записана ссылка на объект не больше. Для создания объекта используется оператор News с вызовом конструктора для создания объекта. В этом случае в памяти выделяется метод под объект. Если конструктор предусмотрен, то заполняются поля этого объекта и выполняются нужные действия. Результатом которой может быть присвоен объект не переменной является ссылка на созданный объект. Когда объект передается методу в качестве аргумента, аргументом на самом деле указывается, имя объекта, то есть ссылка на этот объект. В принципе, ссылка передается по значению, то есть создается анонимная копия объекта на переменной. Это означает, что переменная имеет то же значение в ссылке. Другими словами, анонимная копия ссылается на тот же объект, что и оригинальный аргумент имя объекта. Операции над объектной переменной затрагивают объект, на который она ссылается. Поэтому изменение, применяемое к объекту, на самом деле, изменяет сам объект. Наследование и переопределение методов. Одним из фундаментальных механизмов, лежащих в основе любого объектно-ориентированного языка, в том числе Java, является наследование. Наследование позволяет одним объектам получать характеристики других объектов, представим себе ситуацию, когда на основе уже существующего, проверенного и работающего кода нужно создать новую программу. Есть два пути решения этой задачи. Во-первых, можно скопировать уже существующий код в новый проект и внести необходимые изменения. Во-вторых, в новом проекте можно сделать ссылку на уже существующий код. Второй вариант во многих отношениях предпочтительный, поскольку позволяет сэкономить время и усилие на создание нового кода и обеспечивать более высокие степени совместимости программ. Ведь если окажется, что базовый код необходимо доработать, то это достаточно сделать единожды, поскольку код инфрацилируется через ссылку в внесенные изменения, вступая в силу автоматически во всех местах, где этот код используется. Именно по этому принципу реализован механизм наследования. Практически с точки зрения наследование позволяет одним объектам получать свойства других объектов. Реализуется наследование путем создания классов на основе уже существующих классов. При этом члены класса, на основе которого создается новый класс, некоторыми оговорками автоматически включаются в новый класс. Кроме того, в создаваемый класс можно добавлять новые члены. Согласно общеприятной терминологии, класс на основе которого создается новый класс, называется суперклассом. Новый, создаваемый на основе суперкласса, класс называется подклассом. Создание подкласса, как отмечалось, подкласс называется на основе суперкласса. Создание подкласса практически не отличается от создания обычного класса. Только при создании подкласса необходимо указывать суперкласс, на основе которого создается подкласс. Для реализации наследования в описании подкласса после имени класса указывается ключевое слово Extended и имя суперкласса. Во всем остальном описание подкласса не отличается от описания обычного класса. Синтекс описания подкласса имеет имя класса Extended B, в данном случае подкласса A состоится на основе суперкласса B. В результате подкласса A получает открытые и защищенные члены класса B. Доступ к элементам суперкласса. Ни все члены суперкласса наследуются в подклассе. Наследование не рассматривается на закрытые члены суперкласса. Другими словами, подклассы закрытые члены суперкласса недоступны. Напомним, что закрытые члены класса являются ключевым словом Private, а по умолчанию, если никакой ключевого слова не указывают, члены класса считаются открутными. Конструкторы наследования. Если суперкласс и подкласс используют конструкторы по умолчанию, то процесс создания объекта подкласса для программиста проходит обыденно, так же как создание объекта обычного класса. Ситуация несколько меняется, если конструктору суперкласса необходимо передавать аргументы. Возникает проблема, поскольку при создании объекта подкласса сначала автоматически вызывается конструктор суперкласса, в этот конструктор как-то нужно передать аргументы, даже если непосредственно конструктор подкласса может без них обойтись. Все это накладывает некоторые ограничения на способы описания конструктора подкласса. Формальные ограничения ставятся к тому, что в конструкторе подкласса необходимо предусмотреть передачу аргументов конструктору суперкласса. Разумеется, если такая передача аргументов вообще требуется. Технические решения проблемы сводятся к тому, что в программный код конструктора подкласса добавляется инструкция вызова конструктора суперкласса с указанием аргументов, которые ему передаются. Для этого используется ключевое слово супер, после которого в круглых скобках указываются аргументы, передаваемые конструктору суперкласса. Инструкция вызова конструктора суперкласса указывается первой командой в теле конструктора подкласса. Таким образом, общественная тв сам объявление конструктора подкласса имеет следующий вид. Конструктор подкласса, аргументы, далее фигура скорбactions, если в теле конструктора подкласса инструкция «Супер не указывать», обществе в качестве конструктора суперкласса называется конструктор по умолчанию. Ссылка на элемент суперкласса. При наследовании могут складываться достаточно неоднозначные ситуации. Один из примеров такой ситуации – совпадение названия «наследуемого» под классом поля с названием поля описанного непосредственно под классом. С формальной точки зрения подобные ситуации выглядят так. Если в подклассе было два поля с одним и тем же именем, одно поле собственного подкласса и одно полученное по наследству. У технических так оно и есть. В этом случае естественным образом возникает вопрос о способе обращения к таким полям. По умолчанию, если обращение выполняется в обычном формате через указание имени поля, то используются то из двух полей, которые описаны непосредственно в подклассе. Переопределение методов при наследовании. Как уже отмечалось, если в подклассе описан метод сигнатуры, совпадающий с сигнатурой метода наследуемого из суперкласса, то метод подкласса замещает метод суперкласса. Другими словами, если вызывается соответствующий метод, то используется та его версия, которая описана непосредственно в подклассе. При этом старый метод из суперкласса становится доступным, если к нему обратиться в формате ссылки с использованием ключевого слова «супер». Между переопределенным и перегрузки методов существуют принципиальные различия. При перегрузке методы имеют одинаковые названия, но разные сигнатуры. При переопределении совпадают не только названия методов, но и полностью сигнатуры. При переопределении реализуется при наследовании, для перегрузки наследования необходимости нет. Если наследуется перегруженный метод, то переопределение выполняется для каждой его версии в отдельности, причем переопределяется только те версии перегруженного метода, которые описаны в подклассе. Если в подклассе какая-то версия перегруженного метода не описана, то это версия наследуется из суперкласса. может сложиться и более хитрая ситуация. Допустим, в Суперклассе определён некий метод, а в thereof классе определяется метод таким же имеем, на другой сиг 나туру. В этом случае в Pulse классе будут доступны обе версии метода, и сходная версия, описанная в Суперклассе, и версия метода, описанная в Ходклассе. То есть имеет место перевозку метода, причём одна версия написана в Суперклассе, а вторая в Ходклассе. Объектные перемены. Суперклассы и динамическое управление методом наследования было бы мало в пользу, если бы не одно важное интересное свойство объектов. Перемена суперкласса. Они будут ссылаться на объекты под классом. Объектные переменные – это переменные, значением которых является ссылка на объект соответствующего класса. То есть фактически та переменная, которую мы отображаем с объектом. Объектная модель объявляется так же, как и обычная переменная базового типа, с той лишь разницей, что в качестве типа переменной указывается имя класса. Создается же объект с помощью оператора-нинг-конструктора класса. Сказанное означает, что ссылку на объекты под классом можно присвоить в качестве значения объектной переменной суперкласса. Умноженное ограничение состоит в том, что через объектные перемены суперкласса можно ссылаться только на те члены под классом, которым следует из суперкласс или переопределяется в под классе. Абстрактный класс Джави. Существуют такие понятия, как абстрактный метод и абстрактный класс. Вот абстрактный метод подразумевается метод тела, в котором опыт в классе не объявленный, а есть только в тюрьме. Перед таким абстрактным методом указывается динфикатор абстракт, а заканчивается описание сигнатуры методов в классе традиционной точкой запятой. Класс, который содержит хотя бы один абстрактный метод, называется абстрактным. Описание абстрактного класса начинается с ключевого слова абстракт. Абстрактный класс в силу очевидных причин не может использоваться для создания объекта, поэтому абстрактные классы являются суперклассными для подкласса. При этом абстрактный метод абстрактного суперкласса должны быть определены в явном виде. Теперь прорезюмируем все, что было выше сказано. В Джави на основе одних классов можно создавать другие. Такой механизм называется наследованием. При наследовании поля и метод исходного класса, который называют суперклассом, наследуется классом, создаваемого на его основе. Это второй класс называется подклассом. При создании подкласса после его имени через ключевое слово extended указывается имя суперкласса, на основе которого создается подкласс. Наследование линия наследования членов суперкласса подкласс, а также уровень доступа наследованных из суперкласса членов определяется уровнем доступа членов суперкласса и взаимным размещением суперкласса и подкласса. При создании объекта подкласса сначала вызывается конструктор суперкласса, причем вызов конструктора суперкласса необходимо явно в виде прописать в конструкторе подкласса. Для этого используется ключевое слово «супер» в круглых скобках, после этого ключевого слова указываются аргументы, передаваемые конструктору суперкласса. Команда вызова конструктор суперкласса должна быть первой в коде конструктора подкласса. Ключевое слово «супер» используется в правой досуге на элементы суперкласса, но следуемые это мы можем переопределить. В этом случае в подклассе описывается метод соответствующей сигнатуры. По старой версии метод также доступен с помощью ключевого слова «супер». В идеале множественное наследование не поддерживает, оно есть многоуровневое наследование. Объектные перемены суперкласса могут ссылаться на объекты подкласса. В идеале существуют абстрактные методы и абстрактные классы. Чтобы защитить класс от наследования, метод от переопределения и поля изменений используется ключевое слово «финал». Спасибо за внимание. На этом мы завершаем цикл лекций по тени, классы и объектам.